Привет-привет, Войны Света и Тьмы! С вами Радио Слэйровна и еженедельный отчет о новых новостях с фронтов ОРЗ, а именно, че новенького и интересного вышло там по новостям финалки и все, что с нею связано. Спойлер, новостей интересных довольно-таки мало, но кое-какой информации все же с вами я поделюсь, друзья. Ну и первая новость на сегодня в нашем списке. Субтитры, коллаборация Нир Реинкарнэйшн и Файнал Фэнтези 14. Скажу сразу, чтобы не пускать в случае чего слюнки, ивент будет проходить именно в Нире. Ну и пропустить эту новость мимо я не мог, вдруг кто-то играет в мобильную версию этого Нира. Сможете зато потрогать данный ивентик. В него будут добавлены полноценные три новых класса, Белый Маг, Драгун и Тёмный Рыцарь. Они же Призрачный Изгнанник, Призрачный Пленник и Призрачное Оружие. Белый Маг достанется Айрону, Тёмный Рыцарь для 063Y и Драгун попадет в руки Ноэлю. Помимо этого, со стартом ивента в Нире игрокам будет дана возможность полноценно пройти квестик, связанный с историей Эмета Селча, который был написан небезызвестной Нацукой Ишикавой. А это уже как минимум заявка на отличный прописанный текст и крутые диалоги. Кто не знал, это главный сценарист финалочки и собственно она написала сценарий для дополнения Shadowbringers и её же позвали заниматься сюжетом кроссовера. В трейлере также ещё можно увидеть, что будет битва с Хейдесом. По поводу Эмета Селча, как именно он будет показан в кроссовере, разработчики не рассказали. Скорее всего, это уже сами увидят игроки, когда начнётся ивент. До этого ивента также проходил подобный ивент в серии Нир в 2019 году, но уже в самой финалке был он посвящён Нир Автомате. Для этого кроссовера было сделано три полноценных альянсовых рейда, которые, по моему мнению, считаются самыми лучшими на данный момент в игре. Аглая тоже крутая, спорить не буду. Сам же ивент в Нир Реинкарнейшн начнётся 10 мая и продлится до 13 июня. Доступ к ивенту будет по всему миру, не только в Японии. После всех этих анонсов на сцену к разработчикам Нира пришёл Яшида, весь уставший, убитый в хлам. По его словам, он очень беспокоен всеми проблемами, которые возникли вокруг новой системы по продаже домов и тем, что она не работает должным образом. Он сказал, что сейчас очень плохо спит по ночам и стал меньше есть из-за постоянных стрессов и напряжённой работы. Это можно заметить по его внешнему состоянию, как он похудел. В целом, из его слов, в чём он вкратце рассказал, система Латрея до сих пор находится в состоянии «мы чиним» и пытаемся максимально всё сделать так, чтобы подобные казусы больше не повторялись. До сих пор всё очень тщательно тестируется и проверяются на многие баги. Яшида заявил, что подобных проблем с игрой не наблюдалось примерно с 2014 года в самом Реалм Реборде. По его мнению, даже те проблемы, которые были с релизом Энд Волкера, не настолько сложны в их решении. У Энд Волкера была одна проблема – недоступность покупки нового оборудования из-за ковида, чтобы сервера работали нормально. Ну и как всегда, он попросил извинения у всех игроков и пообещал в скором времени максимально быстро, как возможно, решить вместе со своей командой данную проблему. Также Яшида затронул судьбу писем от продюсера в режиме настоящей встречи с фанатами в виде живого общения, по принципу того же фан-фестиваля или же просто фанатской сходки. Ранее, как вы знаете, скорее всего, проводились подобные письма от продюсера, где в режиме живого общения разработчики публики демонстрировали новые улучшения, изменения и новый контент в свежих патчах. Ну и игроки задавали, понятное дело, вопросы в небольшом брифинге при возможности, что их интересовало и всякое подобное. Разработчики будут рады вновь вернуться к такому формату, потому что с их слов это незабываемое ощущение, когда ты вживую общаешься с фанатами игры и все им это показываешь. Они видят, мы можем понять их эмоции и это очень круто. Но это все вернется только после того, как разработчики смогут исправить все проблемы, связанные с домами и прочими мелкими косяками внутри самой студии. Поэтому будет очень даже интересно понаблюдать за таким форматом трансляций в будущем, как они вновь вернутся. Собственно, это самые главные новости от Ешида Сана, о которой он рассказал на панели НИР в качестве гостя в честь коллаборации. Там, конечно, затрагивались маленькие темы по типу всяких сюжетных моментов, вставок и прочего, но это, я думаю, многим будет не особо интересно. Плюс, как никак не каждый из вас еще прошел сюжет Шэдоу Брингерса, поэтому, пожалуй, я промолчу. Ничего сверхважного там все равно не было из того, что он рассказывал. Дальше у нас на подходе новости о достижениях по закрытию нового ультимейт рейда Драгонсонгс Репрайз. На момент записи данного видео около пяти или шести уже различных статиков прошли данный рейд, но самыми первыми сделала эта команда под названием Neverland. Эти эмоции нужно только слышать, ребята. По словам самих ребят, да и многих других статиков, которые прошли и проходят данный рейд до сих пор, они считают его самым сложным ультимейт рейдом из всех тех, которые сейчас есть в игре. Плюс, интерес проявил систему новых фаз, которые меняются очень интересно динамично, включая сюжетные вставки и спасение кое-кого. Всего ребята из Неверленда потратили на закрытие данного рейда 145 часов и 55 минут реального времени. С этого же рейда вы получите титул As Suits A Hero и один тотем, который можете потратить на покупки 605-й пушки, которую больше никак нельзя другими способами будет заполучить. Выглядит вполне себе, но с того же Сашки, как по мне, выглядит получше вроде бы. Ну тут уже, как говорится, на вкус и цвет. Ну и вчера прошел мемориал о памяти Кентара Миури, которого не стало ровно год назад, а именно 6 мая 2021 года. Несколько десятков, а то и сотни темных рыцарей на разных серверах и дата-центрах выстроились в огромные линии, чтобы почтить память о данном авторе, который в первую очередь и придумал всем известного берсерка. Некоторые даже пошли в альянсовые рейды исключительно на темных рыцарях. Если вы не знали, темный рыцарь как раз и появился благодаря берсерку. Разработчики брали для создания темного рыцаря именно оттуда вдохновение. Многие очень советуют прочитать данную мангу и посмотреть аниме, если вы этого еще не делали. Данную мангу считают одной из величайших темных фэнтези во всей истории этого жанра. Ну и на этом все, друзья. Буду рад лайкусику и комментику. Надеюсь, что ролик вам понравился и был для вас информативным. Не забывайте, если у вас есть вдруг желание вступить в мои соцсети по типу Дискорда, Твича и Бусти, где вы можете дополнительно поддержать мое творчество, то забегайте, буду очень даже рад. Также 12 мая пройдет РП-тусовка у нас в ФК-домике. Все будет проходить в 5-6 вечера примерно по МСК. По местоположению это Империум 12 вард 12 дом. Будет концерт бардов, много выпивки и розыкрыши в честь моего дня рождения. Поэтому очень рад буду вас всех видеть, котятки. Be smile and happy, my friends. И увидимся с вами очень скоро в подвале нашей Free Company. Ну, там таверна, если что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!